Всем привет, и сегодня у нас на обзоре Lightning Card Reader для iOS устройств с Алиэкспресс, стоимостью 500 рублей, включая доставку. Вот такое вот довольно простое устройство, полностью из пластика. С одной стороны Lightning разъем, с другой слот для SD-карт памяти. Начиная с iOS 13, мобильные устройства Apple научились работать с внешними носителями информации, картами памяти, флешками и даже жесткими дисками. И сегодня речь пойдет о переходнике для работы с картами памяти. При первом подключении к iOS девайсу у меня возникли некоторые трудности. iPhone или iPad просто не видели карту памяти, вставленную в картридер. Пришлось перерыть множество информации в интернете, прежде чем я разобрался в чем причина. В моем случае мне помогли следующие вещи. Первое, форматирование карты памяти и второе, правильная последовательность подключения. Для форматирования вставляем карту в компьютер, через какой-либо имеющийся картридер. Находим в моем компьютере название карты. Жмем правой кнопкой мыши на иконке, выбираем форматировать. В пункте файловая система выбираем EXFAD и нажимаем кнопку начать. Появится предупреждение, что все данные уничтожатся. Жмем ОК и через пару секунд форматирование завершится. На этом ваши действия с картой завершаются, а для нашего же обзора я скопирую на карту тестовые файлы, фото и видео. Все, теперь карту можно подключать к iOS устройству. Повторяем мои действия, соблюдая последовательность. Первое, не подключая картридер к устройству, вставляем в него карту памяти. Второе, разблокируем устройство. Два раза нажимаем кнопку домой, закрываем приложение файлы, если оно было открыто. Третье, подключаем картридер к устройству и открываем приложение файлы. Жмем кнопку обзор. И если все было сделано правильно, то мы увидим появившуюся карту памяти. В моем случае это Extreme Pro 128. Теперь можно зайти на флешку, посмотреть содержимое и вообще сделать с файлами, что вам заблагорассудится. В рамках операционной системы, конечно же. Вот так открываются и просматриваются фотографии. Интересно, что iPhone без дополнительного программного обеспечения может просматривать фотографии в формате RAW. Вот так воспроизводится в Full HD видео. Как видим, все идет плавно и без задержек. А вот так в реальном времени проигрывается 4K видео. Здесь, как мы видим, скорости передачи данных картридеру не хватает и видео воспроизводится рывками. Проведем измерение скорости китайского картридера. Для теста я буду использовать топовую карту от SanDisk на 128 ГБ со скоростью чтения записи на уровне 90 МБ в секунду. Возьмем файл на 1.3 ГБ и сравним скорость его копирования на компьютере с USB 3.0 картридером и на iPhone 6s через китайский Lightning картридер. На компьютере копируем файл с карты на быстрый SSD диск. Файл скинулся очень быстро, за 14 секунд. Скорость копирования при этом находилась на уровне 87 МБ в секунду. Теперь скопируем файл на iPhone. Здесь, как видим, копирование происходит заметно медленнее, поэтому я немного ускорю видео. Итак, файл в 1.3 ГБ скопировался с SD-карты на iPhone за 2 минуты и 12 секунд, что равняется 132 секундам. Для расчета скорости копирования делим 132 на 14 и получаем 9,4. Во столько раз скорость копирования на компьютере быстрее скорости копирования на iPhone. Теперь среднюю скорость копирования на компьютер делим на полученную разницу. 87 делим на 9,4. Таким образом, получается, что скорость копирования на iPhone составляет примерно 9,25 МБ в секунду. По результатам теста, как видим, китайский карт-ридер не демонстрирует сверхскоростей, но все же он справляется с возложенной на него задачей. Копирование информации, просмотр фото, воспроизведение Full HD видео. Да, 4К контент немного притормаживает, но при особой необходимости файл всегда можно скачать на устройство и начать воспроизведение локально. В общем, устройство считаю однозначно полезным и стоящим своих денег. Ну что же, это был обзор китайского Lightning карт-ридера с Алиэкспресс. Надеюсь, это видео будет кому-нибудь полезным. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!